Дальше, второй уровень сознания. Человек начинает глубже видеть мир. Это называется тонкая платформа, тонкое сознание. То есть психика человека является основой жизни. Он, как бы, в этом случае, он уже по-другому воспринимает мир. Там есть свои стадии развития. Допустим, на первой стадии развития человек начинает понимать, что нужно быть сильным, психически сильным, не физически. Он понимает, что деньги, надо научиться зарабатывать много денег. Это вот это платформа влияния. Он чувствует, что нужна власть, нужны деньги, нужны связи, нужны такие отношения, в которых ты чувствуешь силу. То есть ты веришь в силу. Веришь в то, что сила тебя спасет, поможет тебе отчастливым. И ты видишь результаты, что сильные люди их уважают все, любят, ценят. А слабые все, никто не ценит. Но с этой точки зрения надо понять, что мы бандиты, гонстериты, убиванты и плеванты, и стрелянты мы любиты, пистолеты то и это. Держим банка, миллионы и плеванты на закон ОЕС. Ну то есть это тоже сила же, правда? Попробуй сопротивляться, как ее представляет пистолетик. Будешь снаренным, любой человек. Вот. С этой точки зрения ничего не поменялось. То есть что власть, что просто искусственный мир. С этой точки зрения, если ты считаешь, что это самое главное в жизни, ну что-то поменялось. Просто ты это незаконно, а это законно. Ты законно обретаешь превосходство над людьми, а там незаконное превосходство, за которое тебе придется отвечать. Все это хорошо. Власть нужна, без власти страна разваливается. Власть нужна. Нужны законы, без закона все разваливается. Просто я говорю сейчас о цели жизни. Для людей должна быть цель жизни выше, чем вот это все. Потому что эта платформа сознания, она дает человеку только определенное развитие личности. Это тоже развитие. Человек, который имеет власть всегда лучше, чем тот, который не имеет. Это стопроцентный факт. Человек, который имеет власть, это значит, что он разумный человек. Развитый человек. И его за это надо убажать. Ни развитый человек не может иметь ни богатство, ни власть. Ни развитый человек будет бедным. Иногда человек, осознанно принимает бедность, но это другое. Мы сейчас об этом не говорим, поэтому надо уважать тех, кто имеет власть, покатство, силу, надо уважать этих людей. Но если человек считает, что это самое главное в жизни, тогда он чего-то лишается. Давайте пойдем дальше. Итак, смотрите, тонкое ощущение тонкой силы. Власть это тонкая сила? Невидимая сила или видимая? Невидимая. Деньги это тонкая энергия, психическая энергия. Дальше, деньги это видимая или невидимая сила? Тонкая это тонкая энергия. Связи, отношения, деньги, власть, влияние. Это все нужно в жизни, но это не главное. Люди, которые находятся на этой платформе тонкого сознания, они считают это главным. В этом заключаются их проблемы. Они из-за этого страдают очень сильно. Например, человек такой говорит, что мне, тебе чего не хватает в жизни? Смотри, я тебе дал все. У тебя есть дом, у тебя есть связи, у тебя есть все смотрят тебе в рот. Чего тебе не хватает? Почему ты меня не любишь? Видите, он не понимает, что кроме этих вещей есть что-то другое, которое стоит выше. Если ты это не признаешь, ты не будешь счастливым, потому что люди будут любить тебя из страха, из-за того, что просто у тебя есть эти деньги. А когда у тебя денег не будет, к сожалению, эти люди дадут тебе пентак под задом, первыми. Потому что они поймут, что теперь их должны также любить, как они тебя любят. Видите, оказывается, как там все в этом мире, в таких вот отношениях. Очень все сурово. Поэтому должно быть что-то другое. Это другое означает более высокий уровень сознания. Но прежде чем говорить о более высоком уровне сознания, я хочу еще вот кое-что сказать. Вот это тонкое представление о жизни, оно крайне важно в жизни. Крайне важно, крайне важно человеку понимать, что ему нужны отношения. Вот, допустим, бизнесом занимается человек, у него нет связи, отношения. Он не разовет никогда с убийством, никаких шансов. Или, допустим, человек не понимает, что надо уважать власть для того, чтобы нормально жить в стране своей. Допустим, я до С Новым годом поздравлял Россию людей, я им объяснил несколько постулатов счастливой жизни, в том числе и уважения к правительству. Если человек этого не понимает, он никогда не будет иметь счастливую жизнь. Понимаете? То есть, эту вещь надо уважать. Как бы тяжело ни было, ни надо. Это отдельная тема, я сейчас не буду интересовать. Целая лекция. Но идея заключается в том, что, когда мы не уважаем силу, могущество людей, это значит, что мы идем против самого Бога, против Его воли. И, соответственно, будут дальше разрубки в той жизни. Так же, тонкое сознание означает, вот начальный этап тонкого сознания, чуть-чуть повыше, чуть-чуть потлубже сознания, означает сознание человека, который стремится быть здоровым с помощью движения. Это сознание выше стоит, вот этого сознания просто использует энергию тонкую для того, чтобы господствовать над этим миром. Знаете, что когда человек начинает трудиться психически над собой, это уже более высокий уровень развития личности. И такие люди, чем они занимаются? Они закаливаются, они входят в походы, они постятся, то есть они совершают аскезы над собой. В результате становятся очень крепкими, здоровыми и способными противостоять любым трудностям судьбы. Вот это первый этап, правильное представление о жизни называется аскеза. Аскеза – это тонкая вещь, не грубая. Допустим, человек думает, я пашусь, это грубое воздействие. Нет, это не грубое воздействие. Если человек неправильно настроился, он не сможет поститься. Поститься для здоровья правильно может только тот, который понимает, как правильно настроиться психически во время этого действия. Или прыгнуть в прорубь. Надо правильно настроиться, если ты не умеешь, лучше туда не лезть. Можешь заболеть. И так далее. Зарядки, ношение с природой, холод, жара, человек закаляется на жаре, на холоде и так далее. Настроение, важен настой. Дает человеку здоровье, силы жить. Природа дает силы жить. Тогда он аскезус влачает человеку. Вот смотрите, мы находимся, живем в своей скорлупе. Всегда все. Если я выхожу в лес, я должен совершить какую-то аскезу, чтобы выйти из этой скорлупы и получить энергию леса. Какую аскезу? Например, я могу побегать в этом лесу. Тогда я получу здоровье. С радостью. Не просто там 5 километров. То есть не надо ставить целью количества. Надо просто бежать спокойно и радоваться лесу. И в это время ты выходишь в свои скорлупы, начинаешь самодействовать с лесом и начинаешь чувствовать счастье. Второй вариант. Прибраться там в лесу. Женский вариант. Пошла, убралась в лесу и получила энергию леса. Отношение любви. Видите, первое отношение силы я бегу по лесу. Второе отношение любви. Я убираюсь. Люблю директора, люблю пичек. Не получаю счастья. Люблю солнце. На солнце не ходите. Это вредно для здоровья. Солнце может сделать рак кожи. На солнце не ходите. Замечательная вера. Замечательную веру вы дали своим пациентам. Солнце это основа жизни. Если бы не было солнца, не было бы жизни. Солнце светит. И растения начинают распускаться. Птицы, птицы, птицы. Частье наполняет весь мир. Например, и солнце. Но солнце не ходите. На солнце не ходите в неправильном настроении. Надо любить солнце. Солнце. Ты посмотри, какое солнце высумеет. Солнце. Оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце. Дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. Оказывается, есть тонкая энергия солнца. Не то, как вот эти кванты солнечного света. Оказывается, энергия солнца дает несколько вещей человеку. Она дает человеку жизнерадостность. Это солнечная энергия. Солнечный человек должен быть жизнерадостность. Дальше. Достойный человек чувствует собственную достоинство. Солнечную энергию. Энергия солнца. Способность хорошо переварить пищу от энергии солнца. Качественное пищеварение. Энергия солнца. И так далее. Видите? Да, с сыном все так просто. Потому что солнышко рисовали с лицом. Да? В древней лете. Не относились к нему. Очень глубоко любили его. Отношение любви или отношение сил. Вот, допустим, отношение силы, поется песня, дает возможность быть здоровым. Это и есть тонкая платформа сознания. Человек способен этот мир направить в свое здоровье. Материальная платформа 3 не дает. Человек не в материальной платформе, он не здоровье ищет. Он в спорте ищет. Первое место раз. Мышцы 2. Крепкое тело 3. И для этого он что делает? Классические операции. Полит анаболики. Там. Ест пищу, которая потом убьет его в будущем. Понимаете, да, разницу? Там один человек получает здоровье как результат, но у него тело тоже крепкое, нормально. Но это не главное. Когда телесная платформа, человек, тело, стать целью жизни. Цель с целью жизни означает, что человек в симуляторе начинает колоть. Для того, чтобы секс лучше был. Пролонгатор и всякие. Он разрушает половую систему. То есть так. Разные цели дают разный результат. Здоровый человек, понятно, у него все будет нормально. И детей будет начинать хорошо. И жизнь будет счастливая. Но здоровье не означает интересную платформу. Это более высокая платформа. Платформа, в которой ты от себя отвлекаешься. Ты думаешь о лесе, думаешь о солнце. Или просто хочешь о сезусе вырешать.